что это зачем какая колбаса это не досточка это не досточка для разделки это роутер ребята роутер вот это вот реально роутер это tp link archer air r5 тоненький 10 8 миллиметров толщиной при этом это гигабитный вай фай 6 роутер конечно же с возможностями создания мэш сетей в общем то с обзором на канале технозон поехали слушайте ну дизайнчик вообще если вам еще скажу что здесь есть два порта полноценный lan и полноценный ван вы тоже мне наверное не поверите но распаковки все увидите вместе конечно же с вот этой вот коробочкой которая у меня есть беленькая симпатичная и посмотрите комплекты какой у нас там блок питания в принципе вы это все видите кстати type-c роутер на type-c я вижу не часто сам по себе роутер уникален тем что у него знаете как tp link начал развиваться даже не начал уже некоторое время достаточно долго развивается и в правильном направлении это например там приложение это например там в безопасность в родительском контроле в различных моментах реализации максимального покрытия больших площадей в частности например для для двухэтажного дома частного вы взяли себе вниз такую штуку поставили завели сюда ван я для себя знаете как делал я уже когда-то показывал я делал обзор power line и у меня ты плинка стоят 2 штучки я просто-напросто беру power line вставляю в ван порт при этом 2 power line вставляю возле второй точки доступа на втором этаже у меня получается единая сеть вайфай без каких-либо проблем сам по себе крепеж вот этого момента можно крепить на 3 пленку на стенку можно крепить на кронштейн который тоже идет в комплекте это все действительно прекрасно но давайте посмотрим что у нас пишет сам производитель хотя перед этим я прошу вас подписаться и нажать колокольчик чтобы не пропустить нашего такие вот интересные видосики обзоры роутеров тв боксов и тому подобное конечно же ссылки на продавцов вот на этот роутер я закинул описание под видео потому что за эту цену такой роутер вы еще попробуйте найти так мы на фирменном сайте tp-link точка ком и они заявляются что это двух диапазонный беспроводной маршрутизатор а с индексом скорости x3000 это значит что суммарная максимально теоретическая скорость всех устройств сети составляет 3000 mbps мегабит теперь смотрите скорость гигабит вайфай следующего поколения 2402 мегабит секунду в диапазоне 5 не агент я подтверждаю я вам ее покажу в самом обзоре 574 мегабитов 24 я тоже подтверждаю фактическую вы потом увидите конечно покажем на максимальных скоростях интеллектуальные антенны о чем идет речь они пишут что используют интеллектуальные алгоритмы для автоматического определения местоположения я вот не буду дочитывать вы сами прочитаете не хочу тратить на то время но это обыкновенный бимформинг бимформинг технология позиционирования устройства и формирование луча таким образом чтобы было максимальное покрытие максимальная мощность сигнала именно на устройство где бы она не находилась сверхнижка низкая задержка ну ты блин к этим всегда славился home shield это повышенная безопасность защищает от новейших киберуду роз это то о чем я говорю упор на безопасность совместимость с изи меш они работают с мешом и и легкая установка кронштейн плюс различные моменты очень неприятно то что данный роутер поддерживает vpn сервер в частности для меня очень важно чтобы можно было поднять open vpn сервер и здесь это можно сделать у нас есть сверхтонкий ультра тонкий дни нам стилища и минималистичный дизайн и прям акцент сделан на размере 210 на 148 на 10 и 8 миллиметров чисто белый корпус на тайп си видите здесь даже показано как он крепится красивенько хлоп хлоп и все можно так можно так не хотите сверлить на 3м если если хотите чего-то интереснее то взяли кронштейн повесили и забыли конечно же поддерживаются различные технологии вайфай 6 этого fd мы поддерживаться 160 меня герц полоса пропускания что кстати нам позволяет по вайфай получить чистый гигабит на одно устройство то есть я пробовал на вот его на смартфоне с поддержкой вообще вайфай 7 но он максимально реализует любой роутер потому что он дотягиваю до двух гигабит который я пробовал на вайфай 7 роутерах теперь смотрите тут кроме того что здесь они написали тут еще есть поддержка т.в. т. это очень немаловажный аспект почему потому что это позволяет экономить заряд ваших ноутбуков смартфонов с вайфай 6 очень важно очень важно понимать дальше тут они про антенки пишут про mesh а вот кстати красиво схематично на видео показано как сделан именно сам по себе принцип работы mesh вот есть традиционные вайфай экстендер это когда у вас две разных сети и вы вынуждены переключаться от одной сети к другой при перемещении по дому а вайфай mesh вы просто вообще ничего не делать выходите по дому и вон сам перри подключать будет вас к разным точкам доступа и вы этого даже ощущать не будете тут есть один немаловажный одна немаловажная деталь ну вот кроме випена как они пишут там обычный интернет шифрование випен соединение open випен через через open випен либо через pipi tipi випен варианты есть родительский контроль это очень хорошая тема и знаете что еще тут не указано у них на сайте я откладываю вам расскажу так двух словах тут не указано у них на сайте ор о отдельных ай от сетях это у нас сети для допустим можно включить сеть для устройств умного дома они бывают на 5 гиггц работают бывают на 24 но очень важный момент это то что эти устройства зачастую очень подвержены кибер кибер угрозам и кибер атакам и заражению и попыткам взлома их так вот именно в этом роутере можно делать изоляцию конкретно ай от устройств если у вас есть умные лампочки например умные роутеры и умные роутеры господи умные чайники и тому подобное умные камеры их можно изолировать для того чтобы не было возможности получить доступ из внешней сети при том что ваш роутер с внешним миром будет взаимодействовать как и ранее хорошие опции мы сейчас с вами переходим на распаковочку и на обзор и там же уже сделаем а выводы перешли ребят ты пленка x3000 wi-fi 6 air роутер вот как они воздушные это archer air r5 с очень крутым дизайном ультра тонким поддержкой easy mesh smart 1 смарт-антенны и home shield с поддержкой знаете что самое интересное всего лишь 8 миллиметров толщину очень крутая тема теперь у нас здесь видите как они пишут одно вайфай имя smart roaming короче тут очень много разных моментов но которые нам нужно проверять type-c power порт первый раз вижу роутер на терапина type-c кстати 2 гигабитных ethernet порта ну тут у нас в принципе ничего такого интересного один одно вайфай имя на весь дом ну как они видите аймэш слушайте они что заявляют тут до 2402 mbps на 5 гигагерцовом интересно интересно давайте вскроем посмотрим что у нас здесь есть что это лучше видела это роутер ну скажем это роутер это роутер это роутер это роутер эти серьезно да прикинь ты не привыкла я вообще в охране на вскрытие вскрытие это отдельная тема для разговоров о так пленочку убираем слушайте какой он крутой какой он грунт как картинка вы представляете вот это вот вот это вот роутер один ван смотрите вот и куану подкрывать покажи людям один ван такого формата один ван type-c и reset есть сзади стихи какой прикол это под материал прикольно слушайте и это мэш он может работать как роутер а может работать как мэш . ну да мелан кабель смотрите как это подключается то есть вот таким вот образом щелк представляете такой вот дизайн щелк круто что у нас еще в комплекте сейчас посмотрим сейчас увидим очень-очень красиво очень зачетно так смотрим что-то у нас много обещающие крепление ребята крепление потом у нас есть а для чего нам скрипка а для сброса даже об этом подумали ты полинк молодцы кстати вот первый раз вижу чтобы прожили скрепку для сброса по блоку питания нас 24 вот по 24 ватта 12 вольт 2 ампера кстати достаточно мощный вы у нас на дает и 24 ватта и 10 вот интересно есть патч корт и в принципе что тут больше ничего такого нам интересно в общем то будем подключать и тестировать прям аж подвис от этого роутера класс вообще ну что вот он интерфейс нашего роутера мы подключили тесты они будут настолько простые знаете почему потому что это просто работает он сейчас подключен по кабелю я просто захожу в обыкновенный спид тест нажимаю тестировать и мы получаем с вами интересный результат а результат то просто чистый гигабит чистый гигабит полон по ванту здесь чистые честные показатели ну 936 940 плюс служебный трафик ну это гигабит по сути ребят здесь мы проверили с вами сразу два порта и тут как бы вопросов никаких нет 944 на загрузку и там чуть больше 900 будет на выгрузку я в серии тестов проверял пожалуй она дотянет до 900 ну 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 все да все есть все честно все красиво все хорошо то есть мы понимаем что роутер уже в данном случае отвечает заявленным требованиям но что у нас по вайфай я сейчас включаю свой смартфон тут у нас будет очень интересный момент почему потому что во первых у нас есть предложение приложение тизер которая управляет этим самым роутером то есть у нас есть мобильное приложение а во вторых мы с вами должны попробовать как работает вайфай использую asus rock 7 который с поддержкой вайфай 7 и вообще он из любого вайфая вы просто вытягивает по максимуму у нас канальная скорость здесь 1200 мегабит скорость по передаче получения то есть максимально что он дает сейчас нам в 5 диагет это канальная скорость насколько фактическая то есть ты говорит о том что здесь 80 меня герц сейчас connect при этом мы можем вот вы сейчас на компе видите мы можем включить и 160 меня герц но мы сначала пробуем 80 меня герцах здесь мы получаем знаете сколько с вами получим мы здесь с вами получим 600 700 800 нам 2 900 дотянешь вообще по сути он отрабатывает практически полный гигабит в идеальных условиях если брать то будет полный гигабит на по вайфай 876 мегабит при канальной этой скорости 1200 это на загрузку по вайфай и 800 с чем-то на выгрузку сейчас поставим со старше съестью мегагерцами хотя в гигабитных роутерах не вижу смысла больше чем допустим 180 меня герц при условии того что у вас не очень много устройств если очень много устройства конечно вам нужна ширина канала больше для того чтобы была пропускная способность больше и сейчас мы можем с вами выбрать вот 160 меня герц продолжить операция успешно выполнена мы должны с вами перри подключить наш вайфай и в данном случае канальная скорость теперь 2 и 4 гигабита то есть конечно же повысилась и мы пробуем опять тот же самый тест но честно вам скажу большей разницы мы не увидим потому что он будет наверное до 900 а вот увидим почему не увидим 930 вообще данный смартфон знаете сколько может до 2 гигабит я получал до 2 гигабит на вайфай 7 у меня вайфай 7 роутер стоит поэтому очень интересно давайте 931 на 900 блин сколько там на 975 это чистый гигабит по вайфай то есть по сути по сути два вот то что здесь один порт вам то это ни о чем не говорит это это вайфай штука это мышь это мышь система которая вообще можно классно реализовать что касаемо по дальности нашего покрытия леса иди сюда нам леса для этого нужно сейчас мы ее отправим далеко леса не давай закрыться смартфону она пишет отходишь первая стена вторая стена за металлическую дверь и туда до конца и нажимаешь на старт пока леса топает это где-то вот мы расцениваем такое покрытие это большая трехкомнатная квартира в зависимости от процента падения мы можем делать выводы потому что может сколько этих роутеров перетестировали мы можем делать делать выводы насколько он может там упасть насколько получить допустим покрытие это вот тоже очень важный малый момент сейчас ждем леса там честно тестирует придет пока она тестирует можно посмотреть что тут у нас в 2 и 4 есть в 2 и 4 у нас каналы от 1 по 13 все стандартно 2040 можно включать миксованный можно включать раздельные режимы леса что там у нас получилось на цифры я понимаю получилось о 313 смотрите у нас должно быть на такой дистанции на такой дистанции 313 разделить боговая на 930 33 ну порядка 60 65 процентов это очень приемлемо для такого типа роутеров то есть если мы вычтем из единицы умножим на 100 у нас падение составит 66 процентов это приемлемо для такого типа роутера то есть мы же понимаем что это не огромная такая станция с такими огромными антеннами и я вам скажу даже одной вот этой точке а хватит для покрытия допустим средний двухкомнатной квартиры при размещении где-то в центре то есть для большой трехкомнатной квартиры уже нужно объединять умаешь сеть это однозначно то есть желательно еще через powerline либо через кабельное соединение и тогда вы покройте полностью трехкомнатную квартиру эта штука пойдет однокомнатная отличный двухкомнатная средняя я бы уже конечно там тоже думал бы ну не там наш не нужен там если в центре расположить будет отлично сразу же тестируем 2 и 4 вот вот я кстати 2 и 4 на ней не тестировал вообще сейчас вам покажу канальная скорость у нас 573 мегабита ничего себе кстати сейчас мы посмотрим максимальное покрытие а ну давай максимальное покрытие максимальную скорость 80 да ладно слушать вот это вот это вот это маленькая доска для нарезки колбасы дает 170 мегабит в загрузке в 2 и 4 это отличный результат на самом-то деле слушайте 170 на леса ты уже понимаешь что ты нам нужно да леса чуть не убил без так пока бежала давай туда же отходишь сейчас я обновлю туда же обходишь нажимаешь старт беда беда студии называем сейчас сейчас короче смотрим смотрим в 5 гигагет что у нас получилось в 5 гигагет сонди по зоне 36 опусто 28 нет dfs каналы по 48 36 по 48 это в еврозоне есть 52 56 60 64 в dfs и от сотки до 128 я вам скажу это нормальная тема вообще это нормальная тема при том что мы можем с вами использовать wpa3 персональный и wpa2 enterprise максимальные уровни защиты скажем так очень простым языком есть у нас гостевая сеть в 2 и 4 в 2 и 5 с и есть отдельно ай от сеть это для управления группами ай от устройств например умным домом но тут с ай от сетью что у нас там 64 в 24 он послабее хорошо кстати у тенденция вай фай 6 роутеров это падение 100 иди сюда чуть мы оценим его для меньших результатов отходи тогда получается за вторую дверь и там тестирует вообще тенденция вай фай 6 роутеров такова что 5 гигагет сработает всегда лучше вот так вот так вот сложилось то есть в старых роутерах да там было 2 и 4 лучше здесь я так понимаю что если вы хотите использовать 2 и 4 активно то без наш сети не обойтись и в принципе она работала она работала то есть это реально то есть две стены одна капитальная металлическая дверь при том что опять же для для средней двухкомнатной квартиры это будет более чем достаточно вы же учитываете что это скажем так бюджетный вариант этого действия это все-таки мэш . что нам до тестировала леса идет слышу слышу топает а чё там стоишь сам читаешь мои сообщения слышно о 75 на 39 все то есть я под этим тестом могу сказать двушечка двушка пожалуйста средних размеров середина покроет в 24 но 24 для чего на текущий момент надо для устройства умного дома и здесь они сделали кстати по умному я сразу вам покажу тизер это у нас приложение для управления роутера мы видим здесь archer rr 5 пожалуйста подсоединяемся к нему и вот у нас видите такая штука есть отдельно ай от сеть если мы ее включим то тут есть одна очень интересная опция опция это изолирование устройства объясню для чего это видите как они пишут некоторые устройства например ай от устройства уязвимы к угрозам безопасности чтобы защитить важные устройства данные изолируйте устройства чтобы избежать заражения сети то есть все прекрасно понимают что устройство умного дома это не образец для подражания в плане безопасности нет эта штука она просто-напросто у нас может быть может заражать не могут заражаться наше устройство здесь можно все это изолировать сам по себе тизер позволяет у нас управлять беспроводными режимами все то же самое даже есть дополнительные настройки что и на компьютере то есть вы видите здесь абсолютно идентичные настройки вы можете подключение к интернет настраивать смотреть информацию изолировать устройство управлять ван мэш системой то есть вы можете здесь создавать ван мэш управлять администрировать есть у нас киос он базовый честно вам скажу то есть мы можем его включить и управлять приоритетом допустим делать устройство с приоритетом и ограничивать пропускную способность каждого из устройств есть у нас опция диагностика сети есть у нас оптимизация производительности вы можете просканировать это все действия и потом оптимизировать в соответствии с выданными рекомендациями вот пожалуйста у нас тут все отлично короче само собой у нас не отлично не может быть а вот сеть мы ее можем включить отдельно есть даже 5 герцовая а вот сеть это для устройств умного дома есть гостевая можно поделиться вайфай конечно ты плинк они и управление индикаторами с поддержкой пиви 6 и в расширенных настройках у нас ничего нет почему потому что он просит такие настройки как на той пиве 6 делать настройку в веб-интерфейсе я думаю на смартфоне нам ловить больше нечего тизер есть все отлично но на самом смартфоне мы с вами видим схему сети где у нас ой ну давай заходи конечно же после после работы на смартфоне конечно же сразу будет у нас у такого штука будет пробовать просить пароль здесь у нас есть карта сети с клиентами где мы можем посмотреть каждого клиентов с подключением ведь у нас не слан есть с канальной скоростью 2 и 4 подключен смартфон в разделе интернет у нас есть варианты выбора статического ip-адреса пипи пиво и а вот у тебя пи 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 почему-то россия не знаю я не в россии нахожусь беспроводной режим здесь у нас есть варианты включения а и в дм и очень прикольная штука вот я вам сразу зацитирую что они пишут в деме позволяет сразу нескольким пользователям обмениваться данными повышая производительность и скорость соединения вот так вот твт это кстати прикольная функция это таргет твой тайм позволяет установить расписание для обмена данными между роутерами короче это там объясню простым языком позволяет сохранить аккумулятор ваших устройств сети то есть например ноутбуков которые поддерживают твт это фишка вай фай 6 вай фай 6 то есть если он не не производит обмен данными то есть он уходит в сон и не происходит постоянного обмена данными как это было вай фай 5 например у тех же самых ноутбуков почему вы там с вечера закрыли ноутбук с утра открыто минус 15 процентов да потому что он там обменивался данными здесь он может уходить в сон smart connect это объединение сетей 2 и 4 2 и 5 в одну единую сеть в принципе кому-то удобно кому-то нет есть home shield который позволяет обеспечить всестороннюю домашнего вай фай по сути обеспечивая родительский контроль а в дополнительных настройках мы уже опять видим все то же самое только более широком таком моменте как где мы можем включать отключать над можем согласовывать порты интернетов ну это кстати самая такая очень интересная опция которую я уже не видел сто лет есть у нас поддержка ай пи тиви свой лан да там то есть это тоже сайт gmp прокси dhcp сервер достаточно стандартная с поддержкой ddns где мы можем через стыб и линк ну тут нужно через службу ты пылинка иди можно управлять роутером доступу из любой точки мира хотя если у вас нет и пылинка иди советую кстати завести в разделе настройки беспроводного режима то же самое примерно все в гостевой сети тоже расписание беспроводного вещания есть wps есть само собой у нас кнопка на роутере есть а вот тут уже дальше у нас идет над переадресация можно порты переадресовать порт триггеринг юбин пи поддержка демилитаризованных зон по home shield управление через приложение защита у нас есть меньше сетевые экраны это откровенно он честно скажу это стандартная опция есть контроль доступ контроль доступа для определенных устройств то есть можете делать черные списки по маку и по и привязка ай пи мак адресов это для того чтобы предотвратить спуфинг и атаки арбит то есть мы привязываете эти только только устройства которые привязаны могут работать внутри сети есть у нас даже vpn сервер по типу open vpn пи 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 и здесь можно управлять vpn подключениями которые есть к данному роутеру поддержкой пиве 6 smart life помощник алекса и google ассистент кстати ну я никогда не понимал да допустим ну что там включи гостевую сеть дата маке google включи гостевую сеть стоп с реагировал телефон и конечно же easy mesh больше нам показывать здесь нечего тестировать нечего я откровенно говоря рекомендую данный роутер приобретению очень прикольная модная красивая штука которая может быть удобно и пригодится вашем доме маленькая тонкая беленькая вот такая штука поэтому с вами был бабл на канале техно зон пока